Всем привет! Всем хорошего настроения! Я, видите, такая хитренькая, чтобы начать прямой эфир с зелёного фона, чтобы его сразу же выложить. Так, эфир буквально на 15 минут. Эфир буквально на 15-20 минут. Интересная тема. Какая? Я вчера купила новый Vogue за февраль. И очень много интересных вещей увидела. И мне хочется поделиться ими. Вы все знаете, что скоро старт продаж весенне-летней коллекции, да, локомотивной. Такая небольшая весенняя коллекция у нас вышла в январе уже. А вот основная, когда все декорации выходят, дайджест выходит, да, вот прям полное предложение весенне-летнее, оно выходит у нас в середине февраля. И вот вчера был прямой эфир, я уже даже часть декораций вам показала, презентовала. Вот, и сейчас хотела поговорить о цветах, о цветовой гамме. Потому что я, когда вчера показала коллекцию весна-лета, была реакция у некоторых девочек на вот желтые-оранжевые оттенки. Вот я сейчас хотела показать журнал, чтобы вы понимали, что это все имеет место быть. Юля, а дай мне новую коллекцию весна-лето. Итак, перевожу видео на журнал, и мы сейчас с вами посмотрим все. Вот он, мой новый журнальчик. Сейчас мы фильтр отключим. Ну, уже, во-первых... А еще, знаешь что, Юль, а есть ли выкраска зеленых цветов, чтобы они вот так вместе были склеены? И сразу вот журнал, когда мы смотрим, обложку. Вот обложка уже говорит сама за себя. Я еще, помните, когда была у нас с вами осень, когда было лето, говорила о том, что зеленые цвета, вот их сейчас много не будет. Потому что зеленый цвет зашел надолго. Причем вот, казалось бы, зеленый цвет вообще относится к такой, знаете, не самой популярной категории, если брать гель-лаковую категорию, да. Вот цветовая гамма как категория, это, наверное, самый аутсайдер. Это вот коричневые цвета и зеленые цвета. И посмотрите, вот уже видим по обложке, что зеленые цвета, они все еще с нами. Как я и говорила, это до конца 2022 года будет 100%. Поэтому зелеными гель-лаками запасайтесь. Потому что гамма, во-первых, она разная, может быть, этих зеленых, да. Есть прямо вот как цвет обложки 325-й. Есть вот более холодный, 326-й. И если, например, мы посмотрим оттенок из новой коллекции, сейчас как раз вот смотрим коллекцию оттенков весна-лето, My Impulse. И здесь вот он более сочный, такой травянистый, да. Ну, все равно сильно отличается от 325-го. И тот и тот оттенок имеет место быть. Это просто, опять же, все уже зависит от клиента и от его предпочтений. Вот. Обложечку с вами посмотрели. И самое тут же приятное у меня момент наступает. Смотрите. Тибиш! Открываем. И самая первая обложка. Это Dior. Вы видите? Абсолютно чистые, лаконичные цвета. И у нас наравне с зеленым цветом сейчас появляется очень интересный оранжевый цвет. Вот скажите, даже в прошлом сезоне, если брать даже не прошлый, не, правильно, прошлый сезон весна-лето, оранжевый он появлялся, но его было, нельзя сказать, что прям очень много. Сейчас, конечно, к оранжевому будет такое же отношение, как и к зеленому. Вы помните, какая реакция у всех была к зеленому? Да какой кошмар, да кто это будет покупать? Я до сих пор помню вот посты, где я выкладывала там, ура, мы выпустили отдельно два зеленых, там, типа, скорее спешите для своих клиентов все это приобрести. И большая часть мастеров писали, говорили о том, что да какой зеленый, этим покрывать никто не будет. Будет еще и как. Сейчас клиенты, они становятся все более и более смелые. И вот такое сочетание, смотрите, какое крутое сочетание. Черный, зеленый и оранжевый. Просто божественно. Я сегодня, вы видите, что я сегодня в оранжевом, да? Так, сейчас я. И я сегодня в оранжевом. Это я, кстати, совсем недавно купила кофточку в Заре новенькую, кайфовая, коротенькая. Вот, поэтому обратите внимание на оранжевый цвет. На ногтях это точно так же непривычно, как и в одежде. Прошлый сезон зеленый был непривычен, был непривычен. Покрывают, еще как покрывают. Даже те, которые не покрывали, к осени к зиме все-таки созрели и начали покрывать. Вот. Да, я своим клиенткам говорю, не бойтесь, пишет Анна Нейлс Прага, короче, вот. Что не бойтесь, через месяц ногти поменяется. Я тоже считаю, что нужно просто экспериментировать и стараться эти эксперименты в первую очередь ставить на себе. Потому что, если вы ходите без маникюра сами, то как вы его можете продать своему клиенту? А уж тем более какое-то декоративное покрытие, либо даже просто какое-то альтернативное яркое покрытие. Так, поехали дальше. Дальше. Открываем Шанелю. Смотрите, здесь у нас с вами был Диор, и тут раз, и Шанель. Неожиданно для Шанель. Это более чем неожиданно про Шанель. Это вот просто, я когда открыла Vogue журнал, я думаю, боже, как хорошо, что из всего показа выбрали именно желтенький на обложку. Вот, поэтому, если мы посмотрим цвета коллекции, да, здесь как раз у нас присутствует оранжевый. Вот он как раз такой оранжевый между апельсином, да, и папайей. Можно даже сказать папайя, цвет папайи. И желтый, видите, мы для маникюра решили не делать вот такой вот сильно холодный лимонный желтый, а сделали именно вот такой теплый желтый. Плюс у нас в линейке в базовом ассортименте такого желтого не хватало. Его давно просили, и мы как раз воспользовались этим сезоном, потому что желтый, зеленый, оранжевый, да, еще голубой. Это реально будет прям то, что нужно, тренд. Так, в Шанель посмотрели. Так, смотрим, что мне еще интересненького. Ну, опять же, смотрите, вот раз, и я понимаю, что опять оранжевый. Очень много оранжевого. И вот обратите внимание, именно в сочетании с зеленым. Поэтому смело будем с вами сочетать 368 и 369. Это будет самое убойное сочетание. Кто меня сегодня в сторис видел, или я, наверное, еще в сторис не выложила, мне очень нравится, как мое зеленое пальто смотрится с оранжевым. Это просто пушка. Мне еще недавно стилист, кто видел, прислала оранжевое пальто. И я вот менжуюсь, я понимаю, что я сейчас куплю это оранжевое пальто. Я его по факту толком-то носить не буду. У нас же, вы знаете, как в Ростове, у нас резко наступает жаркая весна, и все, и мы раздеваемся. Вот, поэтому Vogue мне очень импонирует в феврале, потому что здесь очень много классных, ярких фотографий с использованием оттенков, которые мы выбрали для весенне-летнего сезона. И я в очередной раз убеждаюсь в том, что у меня очень хорошая интуиция на цвета. Вот, понятно, что я это не делаю вот так, сидела-сидела, ага, давайте вот такие цвета с потолка взяла и сделала. Нет, я, конечно же, мониторю очень много материала, в том числе материалы Института Пантон и другие институты цвета, потому что Пантон, он не единственный, где есть какой-либо прогноз на ближайшие два года. Вот, тоже очень классно, обратите внимание, сочетание, да, фиолетовый и зеленый. Мы фиолетовый не ставили добавлять в эту коллекцию, потому что у нас роскошный фиолетовый вышел в осенней коллекции, тоже классный, кто любителей фиолетового. Вот, у нас очень красивый чистый голубой такой, нет, не голубой, а он как лавандовый, сиреневый. Просто очень давно просили, особенно кто вот у меня творческие партнеры из Америки, еще Германия, вот они мне постоянно присылали вот этот оттенок. А мы выпускали похожий оттенок, но он был такой больше... Знаешь, Юля, дай мне какую коллекцию? Коллекция прошлого... Это краски. Слушай, дай мне коллекцию прошлое лето, я покажу там голубой. Сейчас мы с вами сравним. Ну, New Generation. Давай мне корзинку, я сейчас сама найду. Сейчас мы с вами сравним. До этого мы выпускали похожий такой вот небесный оттенок, но он всегда был, ну, как такой, знаете, с сиринкой, более выбеленный. То в этот раз, вот, 365-й, он будет такой вот, видите, чистый, без примесей будет. Нет, цвета не повторяют, смотрите, вообще. Абсолютно небо и земля. Вот вообще и близко не валялись. Единственное, на что вы можете сказать, это на 365-й, но вот я вам специально сейчас прикладываю невооруженным взглядом. Видна разница. Видите, этот больше такой вот спокойный оттенок, а этот чистый. Оттенок такой вот сиренево-лавандовый. Хотя, наверное, лаванда вот эта ближе. Ну, небесный. Вот, так, что тут у нас у нас? Марина Ринальди с чистыми оттенками. В общем, в этот раз, в этом сезоне все больше и больше модных домов. А, казалось бы, такие классические модные дома, как та же Марина Ринальди, да, посмотрите, даже они не прошли мимо ярких оттенков. Опять, вот смотрите, видите, вот опять листаю, и опять оттенки морковный, такой более выбеленный морковный, сочетание зеленого и оранжевого. Вот, ну, просто роскошно. Просто роскошно. Сейчас вот здесь вот мне понравилась такая подборка сумки. Смотрите. Кто видел сумки, даже Валентина выпустил ярких чистых оттенков. Диор. Вот кто давно хотел яркую сумку, но предпочитает только Луи Виттон, Диор. Ну, у Шанель я не знаю, а вот смотрите, Диор, у них тоже появились чистые яркие цвета. Вот, поэтому желтый, красный, синий, зеленый девочки рулят. Если до этого у нас был перекос больше, видите, в неон, в неон, да, вот New Generation, прошлая коллекция, она была посвящена вот именно неоновым цветам. Она такая, знаете, ода неону была, то сейчас резко фокус сместился на чистые классические оттенки, которые на самом деле мы не привыкли использовать ни в одежде, ни в маникюре. Вы обратили внимание, что сейчас базовый гардероб, он превратился из оттенков серого, черного, белого, бежевого и синего в оттенки красный, оранжевый, зеленый. Вот. Так, а что тут у меня еще есть? Ну, то же самое, смотрите. Очень много желтого, да, вот. Я желтые, кстати, вещи еще не покупала, вот. Но я этим летом задумаю, чтобы добавить еще желтые. Вы знаете, у меня сейчас 5 оттенков в гардеробе, вот желтого у меня еще не было. У меня там есть спортивные вещи, вот. Поэтому обратите внимание этим, в этом сезоне, который у нас сейчас будет наступать весеннелетний, на яркие чистые цвета. Поэтому я, видите, такая счастливая прибежала с этим новым бок, потому что, как всегда, прогноз оказался верный. И все оттенки, они прям в точку. Все оттенки оказались в точку. Так, и какой мне еще интересный момент. Смотрите, сегодня у нас прямой эфир. Он такой у нас легенький. Почему? Потому что я купила новый вок. Здесь не попался вот этот голубой. Смотрите, вот в этом воке не было 371-го. Сейчас мы его сравним с зимней коллекцией, которая была у нас маленькая, ограниченным тиражом выпущена. Сейчас я его найду. Там был тоже очень красивый вот этот модный голубой цвет, за которым сейчас многие охотятся. И если мы сравним, здесь разница получается, что цвет, который был в декабре, он более зимний. Хотя тоже крутой. Если получится купить, обязательно купите. А 371-й, он вот прям такой летний, весенний, чистый. Вот он более сочный, более чистый. Сейчас хорошо видно разницу между 371-м и 336-м. Так, про голубой я рассказала. Значит, лаванда. Цвет 367-й. Смотрите, вот он, этот оттенок. Он с шиммером. Увидели? Он с шиммером. Почему добавили такой оттенок? Я, конечно, буду еще делать все равно большой эфир, когда выйдет коллекция, дайджест. Я прям буду делать такой, знаете, масштабный обзор по трендам. Сейчас у нас такой, знаете, пресс-релиз небольшой. И цвет года у нас такой, с разными оттенками, подтонами лаванда. Вот. Мы не стали этот цвет года, подтона, ставить в эту коллекцию, потому что он более грязный идет. Вот. И мне не захотелось эту коллекцию портить этим цветом. Честно, мне самой оттенок подтона не очень нравится, который объявил цветом года. Да. Вот. Мы планируем этот цвет выпустить просто отдельно. Вот помните, как прошлым летом мы отдельно выпускали два зеленых? Вот. И мы этой весной либо летом выпустим цвет года понтон. Но он такой вот, знаете, больше с грязнинкой. Вот кто видел? Вот у меня сейчас губка лежит. Вот он вот прям один в один, как вот эта губка цвет. Он даже там где-то с легким жемчужным оттенком. Но вот я посмотрела, как дизайнеры, вот особенно наших русских марок одежды, они берут просто лаванду чистую, без примесей, не как у института понтон, и говорят, что это цвет года. В общем, все оттенки лаванды, а у Эми их очень много. Это все цвета года, считайте. Вот у кого есть, например, оттенки пастель звенит, да. Вот этот цвет года, такая лаванда, более насыщенная и с грязнинкой. Но мы обязательно выпустим отдельно, потому что многим и мастерам, и клиентам очень важно, чтобы было, ну как вот, позиционирование отдельное на конкретно вот такой цвет. Вот, здесь есть очень красивый сложный оттенок, 366-й. Его, кстати, камера не передает. К сожалению, он выглядит, он как клубника. Вот если взять клубничный цвет, вот клубника. Видите, он делает более ярким сейчас этот цвет. Он не красный и не розовый, он именно клубничный. Очень крутой оттенок клубники. И добавили один вот такой вот симпатяшный, смотрите, 372-й, с легкой полупрозрачностью и с таким персиковым шиммером. Шиммера очень много, и цвет можно положить тоненько, прозрачно, а можно положить там в 2-3 слоя, и будет вот такой насыщенный эффект. Короче, классный оттенок. Вы знаете, что мы любим обязательно какой-нибудь цвет добавить с блесточками. Так, что еще интересного мне попалось? Что еще интересного? Сейчас давайте со мной вместе полистаем. Сейчас вы обалдеете. Сейчас я это найду. Сейчас я это найду. Вот видите, зеленый, розовый. Вот, смотрите, тоже коллекция. Это из коллекции Dior. Кстати, если посмотреть на лекало самой одежды, то сейчас такой однозначный тренд. Это 60-е. И вот какие-то бренды делают 60-е молодежные, а кто-то делает через тему 60-е рок-н-ролл. Вот такие разные 60-е у всех. Кто-то прям лаковая кожа и прям рок-н-ролл, а кто-то вот яркие чистые оттенки. Вот мне очень нравится, какой Versace в этом году. И вот, кстати, я когда вот этот клубничный цвет колеровала, я вдохновилась именно коллекцией Donatello и Versace. Как раз весна-лето 2022. Обязательно посмотрите. Здесь в журнале Versace нет, он не встречается. Но очень красивая коллекция по цветам. Так, ищем. Самое главное. Сейчас вы себе взорвете мозг. Сейчас. О, кстати, помады. Посмотрите, до чего мы дошли. Желтая помада, синяя помада. И такая оранжево-красная помада. Круто. Вообще, короче, крутя. Блин, что я заранее эту страничку не нашла? Я сейчас должна вас удивить. Вы сейчас просто удивитесь. Так, где эта статья? Просто гениальнейшая. А, кстати, нет, Versace я вот обманула. Есть Versace. Здесь вот платье классное есть. Я, кстати, не весь Vogue долистала. Сейчас Versace покажу. Классное платье. Очень много красного клубничного. Кстати, прям здесь целая серия и все с элементами красного. Вот видите, Prada красный. И он, видите, вот такой красный клубничный. Вот он не красный. Вот этот чисто красный. Вот тоже. Versace. Не хочет хорошая коллекция у Versace вышла в этом сезоне. Кто увлекается для вдохновения? Так, ну что? Самая главная бомба, которая меня поразила, Vogue. А представьте, Vogue, это же все про вкус и про стиль. Там же для них же нарощенные ногти. Это же просто мувитон и верх безвкусицы. И смотрите, мы листаем следующую страничку. Ну и давайте, пишите ваши впечатления сейчас в комментариях. Что вы об этом думаете? Я вам даже прочитаю. Они назвали это «Перст судьбы». И посмотрите, как пишет интересно. Нелард перекочевал из категории «безвкусицы» в разряд самых свеженьких трендов. И даже больше стал площадкой для самоображения, в том числе художников. Сейчас, подождите, мне нужно обязательно это прокомментировать. Я сейчас прям даже успокоиться не могу. Так. Ну как вам, скажите мне? Причем вот это вот слово «самоображение», в том числе и для художников, это вот прям, я понимаю, что это прям наш. Вот, поэтому 15 лет нам кричали, что это бесвкусица, что это вульгарно. И, наконец, американский рынок победил европейский. Вы видите, что вот этот тренд, который это был однозначно тренд Америки, Мексики, Бразилии, да, там всегда все поп-звезды, очень много голливудских див. И это последние 10 лет огромная-преогромная длина. Вот. И, наконец, наши европейцы, они созрели, ну и в том числе наш русский ВОК. Несмотря на то, что мы все равно китайцы, японцы, корейцы и русские, да, и вообще все славянское, бывшее СССР, там, Украина, Белоруссия, Казахстан, мы планете всей по ногтям, да, казалось бы. Но вот сама индустрия моды, если брать нашу индустрию моды, она на этот факт никогда не обращала внимания. Потому что все равно для нашей русской аудитории модной, да, для стилистов, журналистов, для редакторов, можно, для журналов, всегда это Европа особенно, да, Америка меньше. Вот больше европейское, что в Европе сказали, это носим, это модно. Вот. То, наконец-таки, оно до нас докатилось. Поэтому смотрим дальше. Смотрим дальше. Так. Ну, как вы понимаете, агрессивный маникюр с большой длиной, он может быть даже острый, с хищным нейлартом, как они пишут, с агрессивным, ярким, хищным нейлартом. О, смотрите, какие ногти блестящие, много-много блесток, вызывающая роскость по-прежнему мувитон. О, нормально, вызывающая роскость по-прежнему. А вот маникюр, который высмеивает нездоровую тягу к люксу с помощью супердлины и россыпи блесток, открывает новые просторы для самовыражения. И это, знаете, вот что вот здесь вот мне импонирует в этом высказывании? Это то, что я всегда говорила, что у вас может быть базовый гардероб, и вы приверженец абсолютно классического стиля в одежде, но при этом маникюр может быть вот просто вырви глаз. Здесь самое главное, не перегрузить руки бижутерии, не одевать. Вот я, кстати, если обратили внимание, практически не ношу кольца. Не практически, а вообще, в принципе, у меня нет колец. У меня есть вот два обучаемых кольца, и всё. И когда у вас спокойный гардероб, без блёсток, без ничего, сделать вот такие огромные блестящие ногти – супер! Просто только сейчас сказали, что это имеет место быть. Вот так. Мой бог ещё лежит на доставке, завтра заберу. Можно тоже такой эффект проведу с вами. Конечно! Клиентам об этом нужно постоянно говорить, и вы для неё станете просто богиней. Понимаете, они же нас воспринимают всё равно как обслуживающий персонал, правильно? И чтобы вы превратились из обслуживающего персонала в nail art артиста, да, здесь нужно постоянно это транслировать. А транслировать через что? Через какие-то нестандартные вещи, как маникюр ваш, какие-то предложения, и в том числе в разговоре, когда участвует какая-то обзорная часть по трендам, в одежды тоже может быть. Но вам лучше не через тему одежды затрагивать, а больше через тему трендов в маникюре. И вы тут же станете на несколько ступенек выше в глазах вашего клиента. Вы превратитесь в настоящего художника. Так, дальше продолжим. Это же не всё! Сейчас будет самое главное, что я хотела показать. Так, и тут финалочка. Посмотрите внимательно. Я даже увеличу, сейчас плохо видно. Увидели финалочку? Значит, покрытие лаком обычным, с таким сколом. Видите, скол лака. И да, то, что я говорю уже последние полтора года, это повлияло на нас, так, пандемия, что покрытие гелем сдаёт позиции в тренде обычный лак, чтобы в сочетании с апфировым кольцом классика маникюра не выглядело слишком претензионно, сбейте пафос с лёгким сколом на ногте. Поэтому, короче, кто у вас есть очень состоятельные клиенты, рекомендуем снять гель-лак, покрыть ногти лаком, и ещё при этом можно слегка ободрать ногти. Вот это, конечно, мне совсем очень прям понравилось. Здесь не нужно это буквально воспринимать. Здесь, конечно, нотка юмора есть, но доля правды в этом тоже существует, потому что пандемия многих клиентов заставила снять покрытие, и они уже к искусственному покрытию не вернулись. И таких, кстати, очень много. У меня даже вот среди моих подруг, знакомых, есть кто реально ходит с лаком. Я уже показывала их не раз. Я им сейчас дарю лаки Эми, потому что это прям стало для них очень актуально. Я даже вот говорю, блин, ну гель-лак же удобно, тебе не надо маникюр так часто делать. Она говорит, вот я понимаю, что мне раньше с гель-лаком не нужно было так часто ходить в салон, не так кутикула зарастала, да, потому что когда искусственное покрытие лежит, все равно птериги, он не так нарастает активно. А когда ногти натуральные, там нужно еще поддерживать вот эту гигиену дома. Вот. Поэтому это сейчас есть. Обратите на это внимание, потому что услуги покрытия лаком, это не значит, что это может быть стоить дешево, смотрите. Потому что многие почему не хотят работать лаком? А что, у нас вышли лаки? Скоро выйдут. О, давай. Слушайте, девочки, сейчас я вам как раз прорекламирую наши новые лаки. Так, кто коллекцию покупал гель-лаков новую? Юль. Юль. Как это? Коза Нэйча. Лоза Ту Нэча. Я ее называю Коза Нэча. Сейчас я вам Коза Нэча. У вас выпуска на следующую коллекцию. А, вот, все, благодарю. Так, кто помнит коллекцию гель-лаков, которая у нас вышла в январе? В наборах уже практически не осталось, потому что на самом складе нет, осталась по штучке. Я вас хочу обрадовать, кто любители лаков, точно такие же оттенки вышли в лаках. Сейчас мы с вами посмотрим. Лачочки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...